Этот дом на улице имени Дурова похож на маленький замок. Здесь живет сама сказка. Добрая и веселая. Театр зверей. Ну разве это не сказка? Медведь и вальс танцует, и на велосипеде катается, и чего только не делает под общий восторг зала. Зал замирает, когда прямо навстречу лесе вылетает петух. Но, как и положено в сказке, все кончается хорошо и мирно. Успехи Кота Барсика явно не дают покоя лису по кличке Рыжий. После представления некоторые из артистов любезно согласились дать нам интервью. Это Бобик. Добрый день. Здравствуй, Бобик. Здравствуй, здравствуй. Скажи, пожалуйста, не утоми... Еще раз здравствуй. Не утомляет ли работа в уголке Дурова? Нет. Нравится работа? Нравится? Да. Скажи, пожалуйста, а сколько представлений... Очень нравится. А сколько представлений в день иногда приходится давать? Пять представлений. Это очень много. Ну, творческих успехов. До свидания, до свидания. До свидания, до свидания. Это, конечно, шутка. Ну, а если серьезно? Почему медведь вас слушается? Он вас боится? Ну, нет. Почему же должны медведи и вообще животные бояться? Они должны быть привязанными, я считаю, к человеку. Ну, а в данном случае к дрессировщику. Метод дрессировки Дурова основан на вкус и поощрении. Ну, вот как видите, медведь... Что это значит вкус и поощрение? Вкус и поощрение, это значит, за каждое правильно выполненное движение... Зверь должен получать поощрение. Каждую субботу и воскресенье приходят ребята в уголок имени Дурова, девизом которого стали слова знаменитого дрессировщика. Забавляя поучать. Не скучно и надоедливо, а весело, незаметно. Учат здесь наблюдательности, живости воображения, богатству фантазии, а главное – доброте и любви ко всему живому. Ведь они, добро и любовь, действительно творят чудеса.